Я сейчас нахожусь в Подмосковье А никто не задавал вопрос, а почему они без маски работают? Я сейчас нахожусь в Подмосковье Я сейчас нахожусь в Подмосковье А я? Почему я должен отходить на полтора метра? Я сейчас нарушение снимаю Да, которое вы производите Сейчас вызвали полицию, сейчас приедет полиция Ну, извините, а у вас документы есть с собой на работу? Но пока не привезли Подождите, если... Подождите секундочку Подождите, вы вам скажете, что вы предоставили документы до этого момента, вы не можете работать, понимаете, вам собственно не будет... Нет, как только вы поставите забор, вы сразу начнете рубить лес, это уже проходили Это ваше, вот именно, а следующие придут, начнут рубить Ну, вы же понимаете, иногда бывают такие приказы или какого-то распоряжения, которые не законны, а вы продолжаете свои действия Да, потому что нам... Я поняла, вы не сегодня сейчас приедете Нет, ну вот пока не приехал, создавая... Блин, тихо-тихо-тихо, секундочку, девочки Пока не приехал ваш начальник, сейчас создалась конфликтная ситуация Вы должны прекратить работу Почему? На основании конфликтной ситуации На основании каких документов вы все это делаете? Ну, потому что жители считают, что вы без документов делаете Вы говорите, у вас... Звони в управляющую компанию свою Нет, вот это вы должны звонить и предоставить... Вы должны, потому что вам никто не даст работать, вам еще раз говорю У них все договорено С кем договорено? Ну а где документы-то? Документы должны быть на... Мы же не сидели дома, понимаете? Документы... Документы должны быть на месте Документы должны быть на месте Что вы тут делаете без документа, без всего? Напротив дома у нас нет, неизвестные люди Устали у рома-добора, подавили Так, девочки, ну теперь расскажите, что здесь происходит и где мы находимся? Мы находимся в деревне Дрожжуно на улице Южная Где из своих окон наблюдаем незаконную вырубку леса Вернее, законная она или нет, покажет, конечно, все практика Но пока-то она незаконная и документы никакие нам никто не предъявляет Так, и здесь получается там, что здесь какой-то человек Давайте все говорить Выкупил землю, так я понял? Ну предполагаем, что да Нам никто ничего не объясняет С 13-го числа вызвали милицию Потому что не понимали, на каком основании Сносились там березы многолетние, хвойные деревья Штук 40 их уже спилено Документы никто не предъявляет А документы на спиление были? Нет, нет, неизвестные люди приехали с бензопилами Вы их сняли, конечно, на фото и на видео Сняли номера машин, на которых они приехали и отправили в полицию А вы кто? А вы кто? Вот сейчас полиция приедет Сейчас полиция приедет и тогда будет решаться вопрос Сейчас полиция приедет и будет решать запрепостацию Я приедет, тогда я остановлю работу Нет, извините меня, а как вы сейчас будете работать? Документы покажите, чтобы я остановил А вы покажите, на каком основании вы делаете запрепостацию Ну как по милиции, что мы вам покажем? Нам покажи документы, что ты вот сейчас должен здесь работать Вот именно, вот именно, документов-то нету Может сейчас незаконно, то есть как вот памятник Жукова украли на Красной площади? Да, вот мы купили металл А? Вот украли, понимаете, документы тоже не спросили А теперь найти не могут памятник, потому что его украли в центре Красной площади Мы к вам пристали Ну, извините, у каждой работы должен быть документ Ну вот у них спрашивали документы Ну у вас сейчас нет документов на месте Я рабочий Подождите, если бы у вас были документы на месте, то сейчас показали бы Но у вас же есть какой-то бригадир, правильно? Бригадир есть? Бригадир есть? Документы должны же быть на выполнение работы Не ваши личные документы А какие еще нужны? На выполнение работы У хозяина этой земли Нет, как это? Он вам дает наряд на работу Где-то хотя бы наряд на работу Если вы говорите у хозяина земли. Вот мы вызвали полицию. Мы вызвали полицию. И пока не приедет полиция, вы не можете работать. Потому что сейчас создалась конфликтная ситуация. На каком основании мы не можем работать? Потому что сейчас создалась конфликтная ситуация. Понимаете? А это ваша земля? Это у нас общая земля. Ну, общая земля. Мы пока не видели документов. И как она? Это многолетние березы. Оставить надо время. А вот сейчас она упадет на меня. А вы просто отойдите. А почему я должен отходить, когда здесь вот асфальт идет? Ну, тогда стоим. Если она упадет, будете отвечать вы. Так. Что там следующий? Да, мы вам нервы все вытрекаем. Там маленькие дети спят, вообще-то, в домах. Я не знаю, как у вас там идет. Сейчас я трогаю. А час сколько? Вы сейчас вводите режим решения. Сейчас вот так трех. Вы находитесь в лесу. Вы? Вот они дома. Где вы в лесу находитесь? Вы больше на все. А не понимайте внимательно время. Да, вот мы сейчас как раз зафиксируем. Посмотрим на часы. Сколько? Такой ровный час. Мы будем как раз зафиксировать решение. Уже прямое. Здесь милиция наконец-то приедет. Сейчас приедет милиция. И ваша работа остановит наконец-то. Вот они, вот когда приедут, они остановят. А вы какую компанию представляете? А это скрытно. А почему скрытно? А вот видите... А там другая на этой компании. Я говорю, мост. Вот, тут и здесь. Вы представляете компанию. Вот, видите. У меня куртка. А, ну вот я говорю про это. А там другая куртка, третья куртка. Вы же завтра придете к нам, и будет у тебя. Ну это уже, опять же, не нас. Это не наш, ради Бога. Да, вы убирайте. Нам нужно. Хоть разберите его. Мы уедем, вы убирайте. Нам все равно. На съемку оставить. Там заняты деньги. Можем. А если у них нет документов на этот метал, то можем. А у них нет документов на этот метал. Так что мы находку можем... А они вам не предоставляли? Татья. Лично вам они не предоставляли. А с милицией уже загрались. Вопросы подрешены. Если приедете, то я не возьму, то я сам. Это находка. Сейчас вот ты правильно вспомнил вот эту находку. Это вот очень ценное. Может, на чем находить? Вот, вот эту вот колотинку можно находить. А что-то и стоячий колотин. Чего они стоячие? Чьи они? Там тебя не стоячие, а вообще не находят. Я сама машина, которая была шарковатой, вообще. Я сама машина, которая была шарковатой, вообще. А вот осталось 8 минут. Осталось 8 минут, и только я сделаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ да 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 вот смотрите на общественном транспорте стоит на остановке общественного транспорта стоит автомобиль вот он он вот он видите номер у нас ну-ка давайте посмотрим с 311 в р регион 799 вообще-то да вот они пока остановились не дают это самое поговорить девушками ну короче вы знаете когда расстреливали людей там тоже давали команда они исполняли да 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 ну и там не трогайте пока пока не трогайте я понял Да, 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 там надо посмотреть. А это чей металл? Это чей металл? Нет, ну чей, ваш? А это девушки, это не чей. А говорят, не чей. Вот, я беру, это же не чей. Нет, обсудите полицию. У вас документы есть на металл? Нет, нет, нет. Документы есть на металл? Нет, ну это... Извините, мы сейчас к нему приходим как находка. Он лежит, он валяется. Берёвку, 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 отодвиньте. Нет, отодвинуть надо, отодвинуть. Вот, вот так вот. Это будет порча имущества, а не белая. Я говорю, отодвинуть её, но не знаю, что самое. Так, девушки, ну теперь давайте расскажем дальше. насстрелили. Так, и... Здравствуйте. Пытаемся узнать. Так, ну кто? Тосин Дмилый. Документы... Я не могу раздавать. Тосин Дмилый. Тосин Дмилый. Тосин Дмилый. Документы звонили, говорили, спрашивали, привезли документы. Документов нет нигде. Нигде нет документов. Так, и никто никому документы не предоставлял. И когда вот, например, как я слышал, здесь есть предположение, что продали этот участок кому-то, да как бы? Да, физическому лесу участок продан в марте, есть кадастровый номер. А под какое назначение? Назначение я сейчас не могу сказать. Участка? По-моему, да, земли населенных курсов. А это категория? Категория, да. Нет, а что, для чего этот участок был продан? Это непонятно, никто не говорит и ничего не объясняет. В феврале месяце в администрации мы просили сделать здесь парковку для жителей. Нам было сказано, что это земля подольского лесничества и ее никаким образом нам не отдадут под парковку. Но каким-то волшебным образом ее продали физическому лицу, который может здесь делать все, что ему угодно. Судя по тому, как это все делается. Ну, я так и понял, да, это к этому идет все. Да, поэтому мы вот сейчас вызвали полицию. Мы так понимаем, что заказчик данных работ сейчас на машине проехал мимо нас, не вышел к нам на случай. Мы просили, чтобы он с нами пообщался, предоставил документы. Он проехал мимо, и теперь сколько нам документов эти ждать, неизвестно. Ну да. Я надеюсь, что добавим. Так, а это самое, вы хотите что-нибудь добавить? Я хочу добавить, но вот что вот рабочие, вот они, можно куда посмотреть, где они находятся. Они себе не называют, собственно. А я вообще не могу кто-то такие понятия. Они не говорят, просто долбят под столбы и все. Вот, они ничего не называют. Нет, они даже вот не могут предоставить документы на работу. Они не хотят ничего не говорить. Предоставлены на работу. Есть у них вообще разрешение на установку капитального забора. Ничего нет. Капитального. Судя по тому, что они вбивают эти самые, это капитальный забор. Это не временный забор. Ну, судя по... Ну, это значит капитальный забор. А это значит, что жители простятся навсегда. Да, как бы? Да. С тем этим самым участком. Теперь я хочу, чтобы одна девушка со мной прошла туда вот на порубку, и мы показали ужас, который происходит там. Там сколько? Я это как-то не прошла. Давайте. Ну, ну... Нам просто на месте надо будет. Да, там это самое. Ну, мы попробуем так. А здесь можно пройти или нет? Ой, нет. Там... А враг какой? А он, номерай, сидит еще. У меня сейчас надо будет. Это самое. Здесь идет, во-первых, полное нарушение. Вот. И... Наверное, мне придется попросить... Наших друзей с канала СтопХам, чтобы они сюда приехали, да и в порядок. Они уже были. Были? Нет, а здесь. Здесь нет. Здесь. Они все не видят, что здесь творится. Посмотрите. Здесь творится. Смотрите, что здесь творится. Все газонник. Все на газоне стоит. Вообще. Вон там дальше вообще в тротуаре стоят машины. И вы имеете задвижение. А я говорю про СтопХам. Вы сейчас снимите. Может быть, это вот только катастрою карту. Давайте попробуем. Вот смотрите, что уже начинается. Вот это две семьяки. И вот это вот все. Начало. Загнали трактор. Все поломано. Все разломано. Вот. Это только начало. Трактор все вот это вот все поломал. Он здесь явно, что хотят делать дорогу. А мы что, все оттуда ушли, а мы оттуда вернутся. А мы вернутся пять раз в нарушение тишины будет. Да. А, да, сейчас мы на нарушение тишины. Самое новое. Ну, давай приезжаем к дорогущей машине с экспортными номерами. Набираю юбайджанский, армян. И ничего никаких пока не рассказывали. Кто там там был? Ну, что сыграли. Ага. Вот, давайте посмотрим здесь ужас, который есть. Смотри, я еле сюда пропал. Правда, по хрустящему здесь. Знаете, а вот здесь не будет, не спадать. Опять пошли? А надо сейчас зафиксировать их шум. Сейчас они начнут, как раз их не работают. Вот, попробуем хотя бы берега посмотреть. А, повыше, да. Ну, тут вот завалено так, что обзор плохой. Я сама снимала. Смотрите, все завал. Это все не... Весное. У вас палочка. Давайте посмотрим вот так вот. Вот, смотрите, это все там завал идет деревья. Посмотрите, и ива, березы, наши русские деревья. Сосны. Сосны, нет, сосны не вижу. Есть, вот, а там дальше тоже сосны. Ну, по сути, просто людям перекрыли выход в лес. Вот даже что, как бы здесь ноги, квартиры покупали. Из-за того, что можно пройти, прогуляться по лесу, с ребенком. Там, с домашними питомцами. По сути, здесь взяли и перекрыли все. Сейчас перекроют, непонятно чем. Непонятно, что здесь будут делать или там вычисленные. Не, снимаю. Снимаю, снимаю. Я слышал, здесь все слышно. А, слышал. Да. Ну, да. Ну, можно посмотреть. Вот, просто лесной вот эти вот участки по кадастровой карте видно. Вот они. Вот первые. Они все проданы? Да. Да, это было бывшее подольское лесничество, вот этот вот весь большой участок. В том числе, зимой они были в лесничестве, а сейчас их перевели каким-то чудесным образом. А их перевели сейчас в частную собственность. А лесничество подтверждает это? Да, без понятия. Но, судя по выпискам, как бы, новые. Потому что очень интересно, может, лесничество не знает об этом? Кто не знает? Лесничество. Ну, ты такой, может быть. Нет, наши депутаты не знают. Это страна Россия. Здесь может все быть. Понимаете? В этом мы уже не расталкивались. Вот такой ужас мы сейчас видим это. Вот. Вот так вот у нас убивается зеленое насаждение. И они еще хотят это самое, чтобы у нас не было онкологических заболеваний. Будет онкологических заболеваний все больше и больше и больше. И косвенно с этим виноваты и пройдется в Подмосковье и Москвы. Ну вот. Так что, пожалуйста. Что не сделал Гитлер, сделал Воробьев вместе с Собяниным. Вот опять обратите внимание, как стоят тут машины. Пластные нарушения, пожалуйста. Вот сейчас приедет полиция, то можно... А, не надо. Так, ну все, они пошли работать, да? Нет, нет, пошли. Вон, видишь, лестницу притащили. Ну да, время час. А время сколько? Час. Час, ровно. Час 05. Час 05. И у нас прекращаются работы, по-должны быть. Девушки! Че это они? Люди! Пойдем. А, они сейчас с варфу будут производиться. Что у вас, Карл? Сейчас вам документ скинем, езжайте разбирайтесь. Когда с кривной номером... Нет, пускай они сюда привезут. Документы должны быть на месте. Нет, я с ровно ваших кривей. Я вам еще раз говорю, документы должны быть на месте. У нас есть документы электронные. А подпись какая? Какая в электронном виде? Электронная подпись или обычная печать? Объясните мне, пожалуйста. Избирайте сами, у нас есть документы на разрешение. Где у вас есть документы на разрешение? Вон, в электронном виде. В электронном виде там что? Там печать или электронная подпись? Там все есть. Нет, электронная подпись или печать? Так, что вы сказали? Матом? Я услышал. Матом? Матом выражаю. А, ну вот, административку вы уже получили. Нет, варить, чтобы не лазить. Вот, видишь, чтобы не вытащили ночью. Да документы есть. Да где у вас документы есть? Там номер на земле, вы дальше можете... Там все есть. Нет, где там разрешение на работу есть? Где там? Нет у вас документов, вы не предоставили. Вы их не предоставили, вы только говорите, есть. Я не знаю, вот что они делают, что они достали. Ну? Ну, тогда ждем милиции. Тогда ждем милицию, не работаем. Да они не хотят тех своих замучили уже. Что значит замучили? Нет, ну мы ждем полицию, пока вы не... Пока вы не... А, подождите, сейчас такой шум будет огромный, а тут дети маленькие спят. Вы можете не забрать, насколько это может не бросаться. Сейчас время. Сейчас 07. Нарушение цены вот зафиксируем. Сейчас 07. 13.07. Они сейчас собираются включать часы тишины. Они когда-то собираются включать громкую машину. Это значит мешать детям, а психологически их разрушают психологию. Вон, безобразие, безобразие. Все дело, да? Там расширили все новое шоссе, зублёжки, как машины. Здесь ничего, на территории, а где-то вообще все эти... Нет, вы понимаете, что... А там перешла? Там перешла еще... На новое шоссе? Да, да, да. В прошлом году администрации. Мы с вами уже... ...пять физического рассчета, потому что вообще-то уже покажут. А, сейчас происходили... Люди поднимали по подальшим телам, чтобы платежи. За годы обещали принять людей в администрации. Но пока еще обещали, но нет этого документа, все в процессе. Понятно, понятно. Поэтому не расширяешь пока карманы. Все, понятно. Поэтому нам уже не то, что сказали, что пока ее вообще трогать нельзя, подлыска лесничества. Мы просили сделать парковочные места дополнительные. Нам сказали, что нет, это невозможно. Здесь вообще вот провода, все, 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 все досталось. Угу. Вот, вот, петля. То есть, в 400 году покупали, сказали, что парковочные петли. Ну, дорожки и прочее. Надо электронать нельзя. Это железко, что какие дорожки, какие парки, какие люди. Ну, что, ничего нельзя. Ну, продать не вырубить можно. Все, понятно. Нет, подождите, а... Подождите, а самое главное, обратите внимание, какая подпись? Прям, смотрите, в риск. Марта-двотат. Марта-двотат? Ну, это такое в Кинском году. Не знаю, на частности. Ну-ка. Подождите. А, ниже, ниже, ниже. Здесь, наверное, под другом. А где подпись? Кто подпись? Да, что это за бумажка? А подпись? Я не знаю. Дайте я фотографию. У кого перекупили? У кого перекупили? Да, это не они перекупили. А это просто фоно в школу. Ну, нет, говорит, вот он, говорит... Это что такое? Это что такое? Да это какая-то бумага. Перешли ее. Нет, а там без печати, без подписи, без электронной подписи. Нет, ничего, да. Ну, это что такое? Это бумажка, которую можно напечатать на спокойном ворде. А вы считаете себя выше, чем она? Что вы не хотите с ней разговаривать? Нет, смотрите, без масок, пожалуйста, работает. Я вам же еще раз говорю. Я еще раз вам говорю. А может человек родился во время шторма? Вот он и говорит так. Может человек родился во время шторма? Я вам еще раз говорю. Может человек родился во время шторма? Ну, а где он, ваш хозяин? Ну, вы же сами сказали, сейчас приедет хозяин. А не мой хозяин. Ну, вы же сами сказали, только что. Говорите, подбирайте их, пожалуйста, будьте любезны. У меня нет хозяина, я не раб. Ну, если вы сейчас совершаете преступление, значит, кто? Достали. Да что, значит, достали? Они будут оборудовать, они будут оборудовать. А, вот если бы у вас был такой... Вы, наверное, инженер. Раз трубы так таскаете. Нет, подождите, вы сначала... Один поставили забор. Нет, там нету документов. Ну, как вам, с кадастровым номером земля? Нет, должно быть разрешение на введение забора. Притом монументального и временного. А он сейчас подождите, он сейчас приедет. Ну, вы-то что, вы меня что снимаете? Я рабочий обычный. Ну, я понимаю, что вы рабочий. Но тогда вы не должны были вообще с нами ничего ругаться, ничего не делать. Не, ну, просто бросили бы все и сказали. Нам не дают здесь работать. Позвонили руководству и сказали, не дают работать. Все. И до свидания. Мы уже позвонили с... Нет, вы к нам еще пытаетесь что-то возмущаться. Зачем? Кто там будет? Он мимо проехал, он не остановился. Когда? Он уже два раза проехал. Он два раза здесь мимо проезжал. Не знаю, вот сейчас звонил, блин, бригадир. Он ездит здесь. Да он здесь ездит. Боится перед вами? Ну, наверное. Он, говорю, два раза проезжал мимо. Ну, мы ему объясняем. Говорю, нам не дают работать. Идите разбирайтесь. Вот. Кто? Он вам, говорит, идите разбирайтесь? Нет, не мы. А, вот первый нарушитель пришел. Мы же не с самого ничего не понимаем. Привет с Топханом, пойдем с ним. Ну, это Топхан, это самый отдельный будет разговор. Ну, вы еще встали на остановку автобусную, правильно? А где она? Вот, ну как это? Ну, это считается территория автобусной автобусной. Я не попросил, что сейчас вы отъедете. Подождите. Остановку у вас здесь никто не стоит, походу, дело. Вас оттуда люди. А это не волнует. Оттуда. Правила дорожного движения никто не отменял. Вызовите ГИБДД. Они, кстати, вот там стояли. Есть разметки? Да мы просто отправим машину на Юрье. Здесь не желтый разметки нет. А, подожди, так вон ребята стоят там, на развешке. Да, вон там стоит. Нет, нет, я ему говорю. Наше движение. Там же улица. А, там. Ну, вот по этой улице, и прям... Нет, просто похоже. Ну, вот эта улица нет. Они больно рано пошли, я не стал, не поехал просто. Они там в 7 или 8 утра, что ли, блин. Я говорю, здесь к черту. Ну, значит, там тоже что-то неправильно сделано, что ли? Постоянно правильно сделано, что... Ну, вот как они сейчас комментируют свои действия, что у вас здесь не ходит, я думаю, и они могут здесь стоять. Хотя это остановка общественная. Это понятно. Вот тут все дело, что здесь вопрос в том, что... Мои люди могут спинчировать и 300 тысяч обрадовать. Ну, вот там всякий транспорт, вот там машина, вот номер этой машины. А что ты там далеко ходил? Вон там магазин. Я туда упаду. Я пошел. Я пошел. Куда-то куда-то. Нет, понятно. Ордер на выруб. Ну, да. Вы можете показать. Нет, секундочку, давайте определимся. Если сейчас будет огорожено все забором, да, то у них есть основание без ордера на вырубку, чтобы производить вырубку. Нет. Для этого забору ставить... Сняли это. Сейчас при строительстве не требуется порубочный билет. Как не требуется? С прошлого года это, я не знаю, в Москве отменили это. Ну, мне вот и наша территориального отдела, я вам могу сейчас запись включить, она мне сказала про этот порубочный талон, что это надо. Нет, секундочку, я вам еще раз говорю, если бы у нас, например, в Москве отменили это. Нет, ну, у вас это у вас, а у нас это другой мир. А, ну, вот я говорю про это. Может быть, они для этого и делают забор. Для чего? Чтобы вырубку производить? А это может относиться уже к Москве. Это неизвестно. Нет, это не Москва. Это Кладольское лесничество. А, мы. Нет, понимаете? Ну, это отошло администрацию, видимо, хотели под предлогом парковок, я так понимаю. Ну, я так понял так, что сейчас жители здесь хотят лишить выхода к лесу. Постоянно входят туда. И потом, рано или поздно, они нам просто откроют Симферопольское шоссе, здесь все закроют, многоэтажными домами за столи. Вот поэтому сейчас искупают на частную собственность, чтобы построить дом и быть сам блатным. Вот, ну, там вас уже отрезали кусок, как я понял. Да, 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 там дома. Ну, вот. Вот они хотят дальше продолжать. А вообще дома строят? Вот здесь очень большая рождаемость? Не знаю, какая здесь рождаемость. Ну, если у вас так очень много строят дома, у вас рождаемость большая? Да, во, смотри, что творится. Ну, я вам скажу так вот. А что это такое, не понял? А это вас не знаете. Водительство БМВ это такое, что нет. Ну, они, да, они любят. Причем, вокруг полно парковок. Селения много. Что много? Селения. Какое? Селения. Ну, селения чего? Вам не показано. То есть, переезжим, то есть, как бы, ну, не... И вот, смотрите, что творится. Давайте поближе поддаем, посмотрим. Ну, смотри, наглость. Руководство этого человека. Просто куда-то из коробочки. Смотрите, что творится. Вот, 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 бежит, 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 бежит. Баши нарушают, да? Да, номер затирать убежал. Да, сейчас будет разворачиваться. Вот, 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 по газону. По номеру, наверное, будет. По газону. По всем этим самым. А там как, вы тоже по газону поедете? Не дал ты ему выехать оттудова. Вернее, вот отсудова. Ну. Вот, где надо было быть орлу, а не мне. У него тут раздолье. Здесь я работаю, не початок. Вот. А вот, если бы был бы я, он бы уже побежал сюда. Вовсю. Он бросил бы все. Ёлки-палки. Это его сам любимое дело. Там ребенок, да? Который захотел пойти в леску. Да. А мама тоже в красном, да? Как я понял. Мама тоже, которая в красном, да? А вон, вон, вон. Вон, мама в красном тоже. Ее надо опросить. Сказать что-то? Давайте, пожалуйста. Вам про эти желания. Наши погоди. Показать. А вот скажите, пожалуйста, вот вашему сейчас вот вам Леша запретят выходить в лес. Как вы считаете, это нормально? Нет, это не нормально. Это очень плохо, правильно? Плохо. А вот сейчас где ставится забор. И сегодня или завтра вам будет запрет заход в лес. Надо выяснять. Ну, выяснять. Если уже девушки выясняют, выясняют, они как выяснить не могут. Документов нет, ничего нет, но работы продолжаются, хотя полиция их остановила. Но все равно продолжается. Так, ну вот полиция сейчас приедет, будем решать. Вот, я вот про что и говорю. Так что, часто вот эти вот все дома могут лишиться похода в лес. Да. И прекрасного вида из окна. Да. Да, ничего, что тогда и квартира обесцениться, потому что у вас сейчас рядом квартира с лесом, удобная и хорошо зеленая зона. Конечно, обесцениться. Все же воздуха опять же не останется. Вот. Весок небольшой. Понимаете, у нас нет такого, как косвенная вина, как на многих странах мира. А то могли бы спокойно сейчас признать вашего Воробьева как косвенного виновного, а в вашем плохом дыхании, да, как бы если вы вдруг заболеете, еще такое воздушное заболевание, да, а также если, не дай бог, к черту, если произойдет что-то с ребенком, потому что он ближе к земле. Конечно. Вот, значит, надо подавать общий иск. На кого? На Воробьева. Воробьева. Вот. Воробьева. Вон, смотри, надо стоять, это песок, это нормально. Держи, что песок, все очень интересно. Вот там, все лагеряешь, ты ему загогонишь, да? Ну, конечно. Я полагаю, что с песком она подключится, да? Вижу! Сейчас пока прекращаю, пока ничего интересного нет. Ну, вот якобы вы, у вас же есть такой, а вы просто жители этого района. Достаточно будет окно показать. Ну, не паспорт, а на каком основании я вам покажу. Собственность. Это частный собственность. Ордер в современных работ. А вот почему не работают, дайте секунду. Вот сейчас, от ровки слов, работать шумно нельзя. На основании почему? Закон, с часа до трех дней. Часа до трех, вопроса нету, ну вот. А они работают? Уже часа два, они создали. Подождите, ну извините, они сейчас работают. Они так уже работают. Смотрите. Кто камеру уберите? Да, я вот сейчас по стороне буду. Смотрите. Наши участки. Вот они. Вот они, участки у нас. Смотрите. Нет, это для остановки у нас. Смотрите. Проект документация. Лепестальный проект. Это ордер, это выписка. Собственность. 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 Из видного. А вот там печать какая? Это электронный виде. А в электронном виде должна быть электронная печать? Ну он показывает то, что у него есть электронная печать. Электронная печать сейчас не бывает в электронном виде, когда заказ забирается. Если вам это нужно, в принципе, можете пойти в администрацию и попросить, они вам об этом. Ну понятно. То, что есть, я вам показываю. Что здесь будет строиться? Здесь будет пятерка строиться. Пятерка. 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 Ребята, для вас будут строить пятерку, уничтожая все зеленое. Какой зеленый у нас? Вот она, зелень сплошная. Ну как-то нет. Разрешение на строительство покажите. Разрешение на строительство. У нас разрешения на строительство нету, потому что мы не строим. Мы ображиваем нашу территорию. Вы сказали, пятерка здесь будет. Это когда будет. Решение на строительство. После этого будет строиться. Встроится пятерочка. Я сейчас забор только разложу. Потому что кто-то там заходит в лес, урубает это, чтобы здесь так вот... Не, а это не вы, не ваши ребята вырубали? Это не наш участок, вход наш участок. Но камеру уберите, пожалуйста. Нет, подожди, ну почему я? Своё лицо не снимите. А почему? А кто вам разрешил, что сняли? 29 Конституция России. Секундочку. Мне Путин разрешил снимать. Вы мне не имеете права снимать. Имею право снимать. А вы сейчас будете препятствовать... Вы сейчас препятствуете законной работе. Это уже другая история. Это уже другая история. Это уже другая история. Меня позвали люди. Вы мне же не представили сначала. Ну, даже любой человек может снимать смело. Позвольте, да, с девятой. Чашу до трёх. Не работает. Вот посмотрите. После трёх, до увозили. Вот работа. Позвольте, пожалуйста. Поглядите, пожалуйста. Это очень удобно. И вам вот эта территория, вот полосу. Полосу. Вот она. И до какой... И до какого отчаяния? Это как глубоко она в лес заходит. Что вообще, по-моему? Да. Пятёрочка. Пятёрочка, а? Да. Здравствуйте. 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 А вы жители этого района? А какой номер? Последние цифры там. Нас интересует самый большой рейтинг 21. В прошлом году это было леса полоса? Да не знаю, это леса полоса. Я уже тоже как-то делал. Вот смотрите, даже мы лес не заходим. Это не наше участок. На сколько глубоко он уходит в лес? 15 метров, а оттуда 15 метров. Это до каменных джунглей, где там накиданный камень. А вы тоже будете вырубать? Мы до леса не доходим. Про лесок вот этот вот. Под какую цель вы это ставили? Под пятерочку. А гаражную часть часто сношительной доли. А потом что? А вы у кого вы купили? Я купил у другого участника. Вы уже перекупили? А у вас в договоре купли-продажи было? Он да, а ты у кого купил? Я не знаю, не помню. Я не помню, от которой я сам купил у участника. Администрацию купил, а участника купил. То есть вы уже перекупили? Да. А где вы как? Чтобы не выйти на администрацию? Я это одораживаю, а потом будет где-то разжим на строительство по проекту, а после этого уже будет строительство. Я одораживаю, а потом будет у меня на работе. А где вы живете? На Южной или на Новая Шахстан? Я здесь в Брятишке и живу, и работаю, но вот совершенно страшно. А вы сделаете? Ну и лесок точно не будет? Нет. Вы скажите, можно попробовать. У нас вот собор тогда будет на дорожном. Да вот к вам придут. Увидите, мы все равно на дорожном. Нет, нет, вы увидите куда-то ходите. Нет, пойдем домой. Саш, можно я тебя перезвоню? Привет. Я тебя перезвоню, Саш. Вы такой или нет? Ну? Пятерка не считает. Вы даже два-три клеточка, забор укреплен. Забор доходит. Если они в лес не залезут, то это будет. Мы лезем на рубе. У нас не доходит до леса. Ну и все, что? Писать пятерку будет с дома вышел, будет нормально. Если дальше не будет. А мы же хотели изначально документы посмотреть. Если план есть, то все. А уже есть, да? Вы проверили документы? Кто провел, кто понимает. Я, во-первых, могу не показать. Как жители, я тоже здесь живу. Мы не первый, не последний раз не будем. Пусть будет идти, короче. Я вам показываю. Я вам показываю. Вот. Смотрите. Понимаете? Я под декорацией. Я под декорацией вам. Ага. Проектный документ. Есть, честно. Есть, честно. Как вас зовут еще раз? Арай. Вот, смотрите. Ордер землиных работ. Да, да. А где подписи? Кто? Это электронное видео. А где писать электронное? Где-то запрашивается, администрация вам скажет, почему там сейчас нам выдают. Там номер надо просто записать, документы и все. Вот, номер. Наверху номер и проверить приездом. Вот и что. Проверь все. Никакого числа. Видите? Ну, если там, ну, да, снова. В 20-м. А, извините. А вы Балакьян или купили? Раих. Раих. Балакьян. Здесь я у Русского купил фамилию. Это Балаян тоже армянский. Ну, я у Русского. Ну, по документам Балаян написано. Здесь Типаньян. Балаян может это соседние участки. Здесь. Здесь участок Балаян. Этот участок Типаньяна. Типаньян. Вы выписку читать сможете? Это я могу. Смотрите. Теперь читайте. По реестру весь участок Балаян. Не может быть. Типаньян. Замечательно. Дальше. Вот. Мой участок. 320 дзинканцы. Правильно? А этот такой. Вот. А этот такой. Я не спорю с вами. Ну. Скажите, а сколько... Бегите. Или откуда? Вы сколько вы возьмете? Прямо остановки. Остановка не огораживает. Она может до остановки идти. Ну, я смотрю по забору. У вас как бы... Это временный забор. А знаете еще какой вопрос? Что вот этот участок заканчивается на цифру 30. А вы мне продиктовали... 320. 329. Наталья, вот смотрите. Вот наш участок. 329. А не 30. Вот он 329. Начинает. Да? Правильно или нет? Вот смотрите. Я в этом не понимаю. Сейчас придет следующий человек. Ну, тот, кто понимает. Вот здесь. Это вот эти участки к отношению к нам мы не имеем. Вот мой участок. Вот они. А эти продаются? А я не знаю. Вы спросите. Надротим 25 дома. Вот смотрите. Вот мы Балаяна разыскиваем. Балаян. А, Балаян. 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 Вот у нас 321. Видите? 320. Вот мой участок. Ну, вы в прошлый раз тоже... А эти тоже продаются тогда? А эти уже проданы. У тебя вопрос был по поводу сколько метров он зайдет на сторону? Я могу за себя. А? Я могу за себя. Ну, вот я говорю 15 метров. Да? Ну, то есть у вас доходит только вот это вот... Где мусор стоит, да? Это все будет порядок на резинах. Ну, тут много денег тратить. За ним. За ним. За ним. За ним. А там, наоборот. А там, наоборот, там понижение очень сильное. Так, на поле это безумно. Почему? Ну, мы планировку пока будем делать. Ребят, только жестко. Сейчас по трех. Чтобы где-то не стать. И не работать. Спасибо вам. Вот. Человечность на первом месте. Вот, честно скажу. 15 метров за место. 15 метров. Человек показывает, что у него документы есть, но не на той. У него на следующий участок. И здесь какой номер? Не на тот участок. Там другой человек. У нас сейчас забор будет огоражен. Вы увидите, куда забор доходит, до леса, не до леса. Вы увидите, до леса не доходит. Чепанян. И цифра заканчивается? Да здесь 21. 21. А мы 30-й не можем добиться. И 30-й где? И почему там повалили березу? Вы же, наверное, пытается водитель? Говорит, нет. Владельца 30-го вы знаете? Нет. Хотя в прошлый раз тоже был здесь. А почему вы так все удивляете? Я говорю, я поправил в прошлый раз тоже было. Как вы все друг друга знаете, мне кажется. Нет? Да. Я вам тоже покажу, потому что вы тоже были спокойные. Смотрите. Вот это участок. 32-й. Вот 32-й. Вот эти. Здесь, что ли, продают? А мы... 32-й. И он уже перекупил. Вот она, участок. Понятно. Понятно. Вот, ордер заменится работа. Здесь кусок был оформлен на Балаяна. Теперь его раздробили и продают по маленьким кусочкам. А вы за сколько купили участок? Давай, я прикуплю. Давай, я прикуплю. Да. А можно прикупить? Не, серьезно. За сколько это? Мы не шутим. Там должно определено окончание находиться. Вот этот весь кусок был выписан на Балаяна. Его потом раздробили, продали. Сейчас это уже третий человек. А так и есть? За полгода. Так и должно быть. В принципе, это нормальный бизнес. У нас уже будет с ними предварительно договор. Часные будут дома строить. Если вам... А может быть, короче. Потому что там, говорят, мусор строительный. На 15-сотых получается. На 15-сотых получается. Очень даже хороший. На 15-сотых строить. Не было. Не, на 15-сотых имею ввиду, какой дом. Мусор строительный. Мусор строительный. Мусор строительный. Там уже строили мост, по стакану. Только вот этот. Ну, может быть. Но они считают, что отсюда строится. Строительный. Ну, конечно. Ну, он прям здесь. Вот рядом говорят. Нет. Про столицу авто не надо. Вот так вот. Мы подойдем правильного стакана. Вот так вот. Она будет огорожена. Отсюда немножко. Ну, понятно. Понял. Потому что, если, грубо говоря, то... Мы от машины не идем. Пустые. Нет, нет, нет. Он как-то сказал, что... Смотрите. 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 Трактор заявил. Чтобы там все... Ну, вот... Я вам сейчас не думал. Абонирсумно? Абонирсумно. Нет. Я вам сейчас скажу. Он заявил в том месте, которое ему было указано. И он там за склад сломал. Потом его убрали. А если вот такой? Привезли там. Абонирсумно, почему бы убрали. Вот. Пожалуйста. Если он на моем участке работает, я должен быть. То есть, он на моем участке не работает. Он доехал. И сейчас поломалось. Пока запчасти привезли. Приехали службы полицейские. Оформили объяснительные все взяли. Потом его починили. Он уехал. Вот это вся информация, которую я узнал. А там дальше, где что работа. Его наняли. Я это ее жду. А. Ну, то есть, вы этот трактор мне нанимали? И к нему никакого отношения нет? Я здесь не нанимал. Я нанимал. Нанимал мой работник, который здесь должен быть замуж. Да. Вы несете ответственность за всех работников, которые вы нанимаете? Это не важно. Вы же наняли эту бригаду, а эта бригада наняла трактористы. А, ну, то есть, по-моему, это просто полиция, чтобы цепочку. А вы тогда можете попросить ваших работников дать нам свой паспорта, чтобы вы могли бы фиксировать? Паспорта, да. Паспорта, да. Паспорта, да. Ну, тут нет, сейчас. Сейчас самое основное пройдет. Нас сегодня позвали в Владимир Восток. Участвовали в Эдуард. Прям снег пошел. Удивительно. Ты не замерз? Мы ехали. Потом мне обратно. Позвонили. Потом мне обратно. Потом мне обратно. А, ну, что? Следующая шестьсот проедем объяснил. Да. Ты не знаменит собственный работник? А-а-а. А-а-а. Нет, я поняла. Это все понятно. А, скажите, а почему тогда не слышали? Да, мы сейчас понастроим. Да. Ну, этот вопрос снимет тогда их вам. Я поняла. Ну, то есть, а вы как-то не ожидаете, что трактор был? Я не знаю. Трактор был. Снимайте на видео. Снимите на видео. Снимайте на видео. Снимайте на видео. А, что? Трактор, трактор, пара раз, нанял, чтобы вот этот стойки от забора, без шума, что можно полностью на шуме вот так же установить, как сейчас установлено. Так. Вот так сумеет, вот это сейчас вы приостановили, что сейчас употрем. А можно познакомиться с бригадиром тогда, вашим прорабом? Сейчас его здесь нет. С прорабом. Сейчас здесь нет. Он на другом отделе. Ну, то есть, он уже несет ответственность за трактористы. Да. Уже правильно? Так, все. А за прораба несет ответственность вы. Логично. 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 Можно я задам вопрос? Да, вот. А ему работало. А то, что там дальше есть, что где-то он проработал? Нет, подождите. А ему же, наверное, было бы данное указание вот это вот? Данное указание было. Я вам сейчас объясню. Данное указание было, чтобы вот то, что вы попросили сейчас вот с шумной компрессор отключили. Да. Это был трактор для того нанят, чтобы скопцом можно было вот этот стойки установить. Нет, подождите. Вы меня не услышали. И больше ничего. Вы меня не услышали. А потом выровнять земельный участок земельной работы. Но пока еще не устанавливали вот это вот, там было повреждено кучу деревьев. То, что он где-то заехал, лично такое указание от меня не поскопило. Не было. Значит, это его личная. Можно они, пока геодезистов не было, они не ту территорию заехали или в участках заехали. Это я уже не в курсе. Ну, значит... А второй такой вопрос у вас технического характера. А все-таки есть? Я хочу, что-то попала. Может, вы уже что-то покатите? Я все показал. Есть разрешение на вырубку? На вырубку? На вырубку. Это не мой участок. У меня мой участок до леса даже не доходит. 15 метров шириной. Вы занимаетесь сейчас вы? Да. Вы что хотите здесь делать? Здесь будет торговый центр Пятерка. Вот здесь торговый центр Пятерка? До леса вы не доходите? 15 метров. Где же такой метр? От тротуара 15 метров. Он говорит, мы огородим ровно 15 метров по тротуару. То есть, в планах ровно? Нет. До леса они не доходят. Они дойдут только до камней, которые там. Нет. Подождите. 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 Не спешите. Смотрите. На земле поселение. Ну, дайте я выскажу до конца. На земле поселение нельзя магазин строить. Подождите. В какой земле поселение? Можно я выскажу до конца? Смотрите. После того, когда геймплан не изменится, будет у нас уже ВРИ, вид разрешенного использования. После этого мы получим КПЗУ и тогда по очередной получим проект. После проекта разрешенного строительства, после этого будем строить уже. Нет. А сейчас мы делаем. Почему она налет? Можно сказать? Какой изначально вид разрешенного использования? Какой? Вы тогда покупали сейчас. Какой был умер? Пока еще я вам что-то напомню. Это поселение. Нет. Пока нет. Вы покупали это уже с каким-то видом? Нет. Земле поселение. Земле поселение. Это две разные статьи. Это на одном документе. Это на какой-то статье. Это две разные вещи. Нет. Это даже если вы участок. Земле поселение. Изначально. Подстроительство дома. Нет. На земле поселения. В поселении могут быть и магазины, и парковки. Знаете? Дело в том, что мы сделаем. Даже многоэтажные строительские титары. Они разбиты на участки. Прямо застроены. Здесь нюанс такой, что хорошо, если пятерочка. Они сделают пятерочку семнадцатитарную. Да. Вот. Нет. Подождите. А вы можете... Вопрос такой. Вы можете зрителям обещать, вот сейчас на камеру, что здесь будет именно пятерочка? Да ничего он не может обещать. А подожди секундочку. Смотрите. Давайте так договоримся. Если вы вот спрашиваете, да, пятерка или не пятерка, а вы что бы хотели здесь видеть? Мы хотели победить. Здесь нет. Парк. 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 Развлечения для детей. Парк развлечений. Ладно, подождите секундочку. Я просил. Ну ладно, пятерочку. Вот именно, что люди хотят видеть пятерочку. Если хотите видеть пятерку, у нас и по планам, у нас предварительно есть уже франшиза, которая с пятеркой кто занимается, но предварительно договор скоро будет составлено, что мы под их же проектом будем эту пятерку создать. С пятой группой, да, ты это понял, договор? Я в тонкости вот этого не знаю. А, ну понятно. Я не знаю. Ну то есть вы вот прям вот всем жителям с любовью обещаете... Вы что хотели здесь делать? Нет, что мы хотели здесь делать? Мы бы хотели пятерку построить. Мы хотели пятерку построить. Ну сколько этажей зданий? В основном помещении девятиэтажного дома? Это бы пятерочка, шестерочка, семерочка. Нет, нет, нет. Соседцев я не знаю, а? Ну как мы не знаем? Мы же вам говорили, не знаю. Скажите, а вот к Восточному буту, к торговому центру, как это признали, незаконно построить, имеете отношение? Конечно, я не имею. Вот конкретно вы и ваших соседей, которые вы не знаете, тоже не имеете? А прорат вашей имеете? Не имею. То есть это будет то же самое? Сейчас срубят, потом начнут строить, признают незаконным, а леса уже не будет? Нет, нет. Ну а почему те же самые люди и та же самая схема? Не та же самая схема. Ну как, срубили лес? В Восточном буте, в Восточном буте там другая история была. Ну как такая же? Люди выступали, оставьте нам лес. Нет, мы вам построим торговый центр. Депутаты за них. Выслушайте меня. Была же такая же история. Начали строить, пообещали двережные дорожки, вырубили лески. Говорят, ну ладно, будет торговый центр. А потом ба-бах, и торговый центр приносит самостроим. Смотрите, какая вам история была? Жители, которые согласовали, то есть вот и тропинку. Ну, серников Виталия Николаевна. Да, смотрите. Жители, это он запаснул. Нет, он жителям опрос, опрос. Жители были против торгового центра. Жители были против торгового центра. А серников Виталия Николаевич был за торговый центр и уговорил жителей, что вам будет хорошо от торгового центра. В итоге центр был незаконной построен. А что там будет сейчас? Смотрите, я вас расскажу. Когда торговый центр туда приносил жителей, мы его начали построить. Потом попросили основное, чтобы пешеходный тропинку туда и велодорожку пройдет. С лавочками, да, красиво. А из-за этого, в идее, вот, собственно, попали из-за этого просто просили жителей. Когда мы много раз хотели подписаться с лицом, что балансы вибрации будет отказать и так далее. А сегодня же все проблемы с восстанием. Взяли технику, нашли лошадку. И никого не видел, ничего не слышал. Я вам только что объяснил. Ну, не залило дорожки же это. Еще чайный лист? Это произошло, что мы должны были дорого, мы уже расширяли свои средства. А сейчас никого не видел. Гранателевский. И сейчас, и сейчас, вот, собственно, собаками лучше. Деньги-то у вас не последние, раз вы не считаете. Правильно? Здесь вот та самая история, и потом, и там, и там, и там. Там, где следников Виталия Николаевича история повторяется из-за того, что... Не будет, поверьте. Потому что... Поверьте. А сколько у вас соток есть? 15? Это мало очень. Для магазина это очень мало. Пятерка, 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 семьсот квадратов. Для магазина очень мало. Нет, для магазина это нормально. Семьсот квадратов. Семьсот квадратов. Семьсот квадратов. И вы поняли, что-то не поклоните лес? Да. То есть, вот, прям, прям, минут... Нет, нет. Смотрите. Вот, смотрите. Пятнадцать метров. Пятнадцать метров. Главное, остановка, безвладие металлины. Отступать, еще 5-15 метров. Дальше. Да. Как раз... Ширину. Затронет. Длину. Затронет. Да. Длиной. Длиной. А за этим участком? Еще участок будет. Да, да, да. Вот это... Вот они и вырубают, которые... А тут... Нет, здесь будет пятерка. Нет, не знаю. Но могли бы для людей, для себя сделать заработку. Что вы бы хотели видеть на остальные... Бар. 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 Секундочку. Бар. Давайте договоримся так. Какие кафе? Блин. Мы хотя бы вот сделали. Давайте договоримся так. Господа. Бар. Мы будем построить для жителей еще какой-нибудь велодорожки... Что-нибудь... Лес вообще... Вы в лес не заходите. Вопросу нету. Вообще. Я другое имел ввиду. А, понял вас о чем. Они в качестве компенсации для жителей предлагают вам или велодорожку, или пить вор, да, как бы, до молодежи, или вот кто-то из этого. По велодорожке. А в итоге-то что они остались? С вырубленным лесом и самостроем? Нету ни тропинок. Вот ничего не осталось? То, что должны были создать велодорожку и тропинку, сначала было основной цель вот это, да, что мы это параллельно... То есть в итоге они остались ни с чем, с вырубленным лесом просто? В итоге еще собственники 50 миллионов штрафом ушли оттуда. Собственники ничего не обеднеют, а люди-то с чем остались? С вырубленным лесом? Давайте поднимем этот вопрос. Люди-собственники будут готовы до конца довести тропинку, я вам реально говорю. И куда тропинку, куда, если ТЦ незаконно? Тропинку в никуда? Нет, вы сейчас про тропинку или про ТЦ? Ну и вообще про вырубленный лес. Людям вырубили лес, у собственников проблема. Ну, собственники переживут, а люди остались без леса. У нас будет та же самая история. Здесь не будет такого. Почему? Потому что один раз они прохали для этого. Ну, это продано, где-то собственникам вопрос задавать. Я говорю, что... Нет, подождите. Через ваш участок, через вашу пятерочку будут въездить трактора к другому участку? То есть вы не знаете того, собственно? Нет, это параллельно, да, Шейджор? Не плубить, же. Нет, нет, нет. Куплено, так уже не куплено. Так куплено. Как можно построить пятерочку на 15 квадратных? Ну, ой, на 15 сотках. Сотках? Ну, это мало, это мало. Пятерка просит всегда 500-800 квадратов. Это 460 будет минимум. А как подъезд сюда будет в пятерке? Подъезд, грузить сюда будет? Как это? Ваши парковочные места убирать. Сейчас вам покажу. То есть вы уберете парковочные места? Да нет, мне тоже. Будет пятерка. Нет, парковочные места будут. Проект, когда с одной темой. Этот проект будет. Вы уже посмотрите. Ну, он на камеру сказал, посмотри, что будет. Планная парковка будет? Скажите, планная парковка будет? Здесь. А кто надо было с этим? Восточном Бутово начали вырубать лес. Люди были против. Но им пообещали хороший торговый центр. Велосипедные дорожки, пешеходные дорожки. В итоге лес срубили. Начали строить торговый центр. Притом его признают незаконной постройкой. Все замялось. У людей нет леса, нет торгового центра, нет дорожки. А что там будет дальше, нет. Понятно. И там сейчас просто поле, так? Да. А собственники, получается, те же самые. Прораб тот же самый. Вот, сознался мужчина. С ума сойти. То есть на ошибках не учатся. Они думают, что здесь, действительно, менее... Критивые. Критивые. Да, здесь 15 метров. Я вам сейчас расскажу. Как раз. Там дорога. Хорошо, вот с этим участком понятно. А дальше? Дальше лес. Значит, ты на телевайке упасть? Вот и приехал, Степанян, самый безобидный. Да самое интересное, что кто приезжал, то он уже 18-го числа. Я говорю, вы были здесь? Мы вчера были здесь. Я и вчера здесь был. 18-го? 18-го числа. Вы вот здесь парковались, дайте газели. Газели, дайте. Газели, это ваши приветственные на мероприятия. А я вчера был здесь. Вам повезло, и в ГАИ везет с номерами. Вам вообще везет, да? Везет везучему человеку, да, дайте. Нет, мы вчера же здесь были, участковый был здесь. И сегодня, в 6 часов, дайте. Конечно, я вызывала. Потому что я вызываю, второй раз. Короче, надо тут подпекти. Кто там, сейчас? Вы вас не фиксировали, смотрите, верно нет, машина чистая. Все, что у нас все снято. Ну, субчиной было что-либо? Позавчера. Может быть. Да не может быть, я заболела позавчера. Позавчера я тут мерла, и да что это? Я тут уже знала, как бы это было. А вчера же полицейские заболели. Позавчера. Они позавчера были. Иногда плохо иметь платные номера. А? Иногда плохо иметь платные номера. Они очень... Как нам найти Балаяна? Я не знаю. А, я не знаю. Реально не знаю. Реально не знаю. Вы, вы, все равно, в любом случае, как... Подождите, если вы, собственник Балаяна. С каким вчера? Хозяйничок. Сосковый вчера. Хозяйничок, вы встречаете. Это другой, этот. Но они не в Турксане. Это не в Турксане. А вот вчера это был... А что, маленьким ростом? Трактор его, вот этот хламал, иный мир. Он сказал, что из наказания не давали. Да, лома деревьев, но он сломал, и на ворсам. Пойдемте, я вам чуть-чуть подожди. Да, да. Я пробил один, вот этот ближайший, в котором сто двадцать была я. А куда там хотят пройти-то? А чего, а ты... Куда это нас пройти? Она хотела показать, что... На прогулку. Что заберут у нас в приезжем. То есть, своя стройка. Если желание, можно только целиком написать, если кто-то... Соседям, соседям, они не знают. Соседям, соседям, соседям. Соседям, 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 соседям. Я пойду машину заведу, чтобы она не замерзла у нас. Да, давай тут. Я пойду. А, скажу, пожалуйста, а есть у вас зряги, потому что я тоже хочу приобрести. Может машина в районе? Такие у вас тут приеду, что здесь. Дайте, как-то оттаски. Полусобранные машины. Если я потом оттуда убью, что-то не надо. Если вы хотите больше, то есть. Нет. Вон, зал, только. Нет документы, но... Ну, в телефоне, пожалуйста. Самое главное, там надо записать номер, чтобы потом проверить его. Все разрешения по компьютеру. Ну, а что, по большому счету, собственностью по забору поставили? Да, да, да. Вопрос стоит в чем? Смотри. Он говорит одно, да? Он говорит так, что я занимаю 15 метров туда, то есть я лес не задеваю. Причем, самое главное, что он уже второй, собственно, сейчас будет третий, и это будет законно, мы даже с лесковым ничего не добьемся. Там вообще такая-то хитрая система идет. То есть он будет добросовестным покупателем. А четвертый, я каком-то, кто-то не будет пик. Да, 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 пик, скорее всего. И пик уже будет признан добросовестным покупателем. Мы ничего не... Да, и замес пятерочки будет пусть пятиэтажная с пятерочкой. Второй физик, сейчас будет третий физик, и потом все, и потом пик. Это специально, с чем-то разработано, чем классно. Даже как и вот работы по вот эти вот работы, да, как бы. Раньше делала одно предприятие, а теперь забор ставит одно предприятие, лес рубит второе предприятие. И концов не найдет. Там уравнивание третье предприятие и там подобное. Там десять предприятий, и концов не найдет. Вот и все. Да, 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 да. Вот к этому все идет, понимаете? То есть полная... По крайней мере, там проход сделали, теперь пройти можно. Терри реки, да. Сделали лучше. То есть там сделали... Ну, он сейчас, Наталья, он мне обещал. Сначала они же везут ресурсы. Что обещал? Будет пятерочка. Вот, а теперь они везут. Ну, тогда там серверочка, там серверочка. Пятерочка. Пройти по проникам. А правда? Это, конечно, подъезд. Нет, все, вопрос. То есть они все разные, я бы просто однолок трогал. Нет, нет, здесь все собственники. Здесь и каждый разный собственник. Он сказал, что вот тот... Потому что это было бы очень подозрительно. Это Степаньян или которого? Ну, не все ярко. Просто это... Ну, все ярко. Да. Было бы очень подозрительно на одного, сразу 60-х. Наверное, на землю забили. А по 15, нормально. И то, что нет витрогрессионного скользя, то есть я менялась за выставку витрогрессионного скользя. Пока витрогрессионного скользя мне не присунули новый, мне нельзя было даже забор поставить. Я, честно говоря... Мы добиваемся в Москве, я не знаю, там, годами, чтобы нам дом поставили на казахстан. Да, это же самое. Я год занималась сейчас. Даже самая московская область. Вот, вот, вот. А я, мы в Москве. И то нам постоянно по документам неправильно оформлены. Причем у меня деревня вообще. Нет. Что у нас там подписьница, то еще там фамилии перепутанные. А тут вообще элементарно. Уже с марта второй область. Вообще элементарно. В этом участке он с марта в общественном полу. У нас это очень интересное. Это... Это у Альги я знал, что... Я предъявил артисты. И он показал, что он... Да, он же попал. Он сказал именно того участка. Значит, это уже три. Давайте вместе подойдем. Нет, второй. Не нужно. Он сказал, что он попал русский. Можно сейчас проходить, если мы с вами врату. Значит, участник не идет. Если с вами с вами возьмем поднимем. Ну, а если при, блядь, у нас там, ну, а для чего? Да он уже сел. Здесь просто все будет. 60 летом для домов нормально. Вот такие. Где ты поставишь и все, это миллиарды. Это очень хорошо. Хотя у Пик-то сейчас некоторые проблемы, но все равно уже... Очень хитро. Поэтому они войной в Карабахе проиграли. Потому что они все торчат здесь. Они машинами ехали туда и воевали. 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 В УСБ, а потом в прокуратуру. УСБ должно отреагировать. Да? Им нравится. Там главное штурповать на что-то на банке. Вот и все. У него две машинки. Это наш подписчик. УСБ. 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 А, это вот этот донезин. А где он начинается? Он начинается от середины того дома. Нет, ну подожди, а почему он тут такой оборачивается? И он идет до конца площадки. А, ну справедливо. Посмотри, он... Он узкий, кстати, сейчас как он узкий, видит. Римный узкий, значит, он прав. Значит, он обещает, он пролетал, что не будет рубить лес. Понимаешь, значит, он прав. На следующий, да. Ладно, короче, я заканчиваю репортаж. Пятерочка, все, ладно. Но вередик, значит, такой, что мы еще сюда приедем, эти люди позовут. Если что случится, если какие-то здесь что-то будет, значит, нам сообщат. Вот, и мы будем тогда... Пока решили вот такое, что вариант, что здесь вот пятерочка и лес трогать не будут. Обещали? Посмотрим, как будет. В смысле много. Здесь вопросы, то, что лес дальше будет. Нет, они сейчас поставят забором. Нет, он отвечает. По крайней мере, хозяин этого участка говорит, что он лес трогать не будет. А что, он купил участок любого дерева? А он до леса не похож. В машине снимает. Пускай снимают. Не считаете вот это лесом, это деревья? Можете попозировать, в машине снимают нас. Ну, там машина надела, что он курицкий. И я пузыла. Снимайте, смотри, это. А вот это пророк, да? Ну, а вот он, вот он. В этом участке, да? А можно у него спросить, почему он там так получил трактор? Ну? Адрес, подойди сюда. Идет, идет, идет. Сейчас ему бабы. Сейчас подойдем, я идем. Здравствуйте. Вам было сказано фланировка здесь, территория. Трактор для чего был? Нет, как. Да, да, да. Да. А почему трактор вот здесь, куда заехал? Вот там. Не, вы не подсказываете. Почему просто... Нет, нет, он хотел так заехать. Просто здесь неудобно, так заехать, вот там полношет. Смотрите, вот здесь по-ровному неудобно, а вот там удобно? Ну, он так заехал, чтобы там поездить. Это он так заезжал. Он же вглубь леса ехал. Да? Нет. Вот ему надо здесь работать. Зачем вглубь леса? Ну, он там как оказался? Ну, он там... Даже не на территории вашего участка. Вот один полношет, там полношет. Возитель приехал, я утром показал. Он так заехал, я застазал за остановкой. Аксана, увидите, увидите заборы и заборы. По деревьям вообще я не знаю, вообще не знаю. Ну, а как, ну, деревья там всякие срубленные. Мы при чем тут? Ну, как? Ну, девушки говорят, что вот именно трактор этот деревья я их поломал. Ну, как это? Он даже не успел заехать. Ну, пойдемте посмотрим. Вы видите, что там творится с деревьями? Участок вот этот, свечом с деревьями. Ну, участок этот, а там все поломано. И все уничтожено. Он даже не успел заехать, он там сломался. Вот. Вот он. Вот, участок у вас здесь заканчивается. Вот он. Ну, а это? Ну, перепутал, он вот так хотел. Вот, смотрите, вот по рельефу смотрите. Ну, а в итоге здесь он, вон. натворил. То есть, вынимаете, да? Сколько места от нашего? Отмашите. Да. А, в последующем заехал в рельефе? Да. И вот даже следы видно, где он остановился. Абсолютно верно. Дальше он остановился только потому, что видно, проехал туда, девушке. Нет, девушке, кто подошел, там второй порой. Сейчас вот мужчина говорит, что он хотел объехать. Почему он хотел объехать? По березам? По деревьям, словно? Что за бред? Куда он, вы смогли здесь заехать? Куда он? Вы смогли здесь заехать? Это уже. А граница у нас где-то заканчивается, там заканчивается, да? Нет, это не ваша граница уже. Там заканчивается. И куда вас страшно, хотя он здесь заехал? Да он куда хотел. Да и не надо. Ну зачем? Ну вы вот так через Бурену хотели трактором ехать или он вот там мог заехать? По поводу, по поводу, вот это тоже тракторе сделано, это не можно сейчас описать, почему он так не... Потому что вы с Капрарой, а он чтоб все согласился. Нет, он там по поводу уехал. Я нет, у меня нет. Я нет. Я не знаю. Атака? Атака? Ну он не хуже. Нашел наиборье. Скажите, пожалуйста, а чей номер заканчивается на 83 из вас? У меня 9933 в конце. У вас нет, тут телефон... Вы телефон спрашиваете? Телефон спрашиваете? Нет, нет, у меня есть телефон. Или машину номер. Кому звонили. У машины вот тут номер блатной. 111. Да это я знаю, я в том, что они на баске. Что бы ни было. А, кстати, еще маленький вопросик, который бы очень хотелось бы, чтобы вы это учли. У вас все работники работают без масок. Они должны с маском работать. По правилам. Я вас очень прошу. Это знаком. Это у меня отделает. А что у нас нет, по городу нельзя паховаться? Очень дорого. Знаешь, кому дорого, кому и недорого. Вот это, кстати, тоже дорого. Нет, это 5 тысяч. Здесь вообще все испохабили. Здесь и трактор что испохабил. Вот, так что. Ладно, вам сейчас ждем. Все, спасибо. На связи будем. И спасибо вам тоже. Очень приятно с вами было пообщаться. Если что-то на связи. Сразу бы приехали, я думаю, разговоров было бы меньше. Бенчик бы мертвый. Да, давно бы сделали они бы все. Мне позвонили, говорит, активисты какие-то приехали. А я был в Москве в этот момент. Пока сюда ехал. Ну, а 18-го почему вы не вышли на диалог? Ну, вы же здесь были. Ну, значит, нет. Если это число 18-го было, я здесь бы объясню, что мы взяли. А, вы уже позже приехали. Может быть, да. Тогда вас нет. У меня просто не было в Москве. Вот в маленьком очках, который был. На Павелке-Камбре нас. Все понятно. Ладно, все. Все, до свидания. До свидания. Все, мы прекращаем. Я, извиняюсь, что так? Вот. Вот мы здесь пока все. Посмотрим, что у нас будет на самом деле. Да? Да. Решим вопрос. Еще раз подъедем и посмотрим, что здесь произошло. Пока мы видим только лишь... Одни обещания. Фамилию у нас, Фаня, извиняюсь. Все, до свидания. Всего хорошего. Вот у нас все так выглядит. Вот. Буреломы. Не на свой участок заехали. Все поломали. Ну, это сказки. 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 Да, это сказки. И это все, как бы, надо решать. Ладно. Все. До свидания.